В пятницу вечером в лице состоялся день открытых дверей Киевского политеха и Института проблем моделирования в энергетике. Четыре профессора, кандидаты технических наук, аспиранты и студенты рассказывали достаточно интересно о внедрении новой системы образования. Однако, жаль, в зале было человек 20-25 потенциальных студентов и их родителей. А послушать эту информацию из первых уст интересно было именно с будущим студентам. Значит, модель какая? Есть славутический филиал и есть в КПИ разные кафедры. И вот те кафедры, которые с одной стороны откликнутся на нашу инициативу, а с другой стороны будет понятно, что с той стороны молодежи города есть интерес учиться на этих специальностях. Вот те кафедры будут как представительство своих у вас в филиале, значит, ну и, собственно говоря, дальше будет идти подготовка. Полезную информацию дал и экс-славучанин, а ныне аспирант Алексей Настека. Я очень хорошо себя помню в 16 лет, когда выбирал свой жизненный путь. Я помню все те амбиции, с которыми я оценивал себя и все то, что хочу я сделать. И, конечно же, пожелание подальше от родительского крыла убежать. Реально не знаю, какая перспектива здесь у молодежи. Честно скажу, не знаю. Но я могу лишь сказать, что перспектива в ваших руках, в наших руках. Почему? Потому что здесь открывается факультет. Факультет одного из самых сильнейших вузов Украины. И наши специалисты, программисты, грубо говоря, я скажу, катируются по всему миру. И невероятно сильным образом. И все ищут возможности работать с нашими программистами. Это интеллектуальный труд с максимально высокой добавочной стоимостью. То есть тот продукт, который делал 10 программистов, его можно продать за миллион. Продать за 10, за 100 миллионов. Ровно за 100, насколько вы его представите. Немного рисковат, но достаточно правдив был пятикурсник Юрий Канарский. Вы никому не нужны, я вам сразу скажу. Я, например, на курсе КПИ, после каждой сессии, которую я сдал, я сразу скажу, вы никому в этой жизни не нужны. Все, что вы будете делать, зависит только от вас. Если у вас есть это место в нашей жизни, вы не пользуетесь, у вас в жизни все будет. Про те проекты, которые тут рассказывает профессора, я с их дозволом трошки приоткрию занавес. Это проекты реальные, которые направлены на выполнение тех или других задач, написание сайтов, додатков, инфраструктурных проектов, систем, CRM и так далее. Питание в том, вы можете это делать сейчас или не можете, хотите научиться зарабатывать деньги и научиться дальше. У всех есть какие-то потребы, у всех есть батьки, у всех есть желание себя реализовать. Мы приехали для того, чтобы заэкономить вам не один рік своего життя. Реально, если бы я это знал ранее, я бы вытратил свой час максимально эффективней, чтобы заработал бы больше. Реально, я сейчас говорю, как я, школьными интересами заработал бы больше. Не тратите свой час, не тратите час цих прекрасных людей. Родите свои висунки, принимайте решения правильные. И не бойтесь ничего, никого. Не думайте про то, что вам скажет. Життя лишь в ваших руках и поважайте то, что вам дают сейчас, на данном этапе. И любите свои батьки, это направлено, что в основном. Второкурсники Денис и Владислав рассказали, что они могут делать уже сейчас. Стоит прислушаться и к мнению профессора Богданова. После разговора с Азгуровским Михаилом Захаровичем при открытии вот этой самой филипи, Добром, надо же добро получить в реакторе. Он сказал, что магистрская подготовка в КПИ осуществляется новыми методологами. Это погружение в проекты. Не просто начитка теорий каких-то там ничего. Вот есть проект, и каждая магистрская работа должна представлять из себя стартап. Общая идея настроена на то, чтобы студенту было в удовольствие учиться, начиная с самого начала и до самого конца. Причем удовольствие такое, что это не справка об образовании, не за дипломом, чтобы он истинно прошел, а за образование, вот за этими самыми компетенциями, чтобы мог что-то сделать. На вопрос о реализации украинского закона о кибербезопасности и можно ли привлекать этим сложным разработкам студентов, ответил кандидат технических наук Гончак. Второкурснику я считаю абсолютно реально поучаствовать в таких проектах. Там, скажем, для этого есть, на следующий день существует, там ничего не надо придумывать особо, есть нормативная база, так называемая НДТЗИ, нормативные документы по вопросам технической защиты информации. Профессор Винничук Степан Дмитриевич напомнил прописную истину. Но чем больше у вас знаний и опыта, тем выше у вас и зарплата. И добавил, что, конечно, универсальным ключом к успеху является хорошее знание английского языка. Гальний принцип навчання цих кандидатних пір існував – это научить. А далее вы, что хотите, делаете своими знаниями. Такий вариант зараз неприятный. Неприятный тому, что теперь, чтобы заработать деньги, ну, литейшникам и так далее, спецеалистам, высшую область, нужно шукать проекты. Но шукать проекты, если у вас нет опыта работы с ними, это очень важно. Виконание таких проектов – это тот опыт, на который можно ссылаться, с которым можно идти, ну, грубо говоря, идти в люди и говорить, что я умею, я знаю, я могу выполнять, и меня возьмут. А на предметах математики, я повторю, напевно, те, что говорили молодцы, которые говорят. Они сказали, что если вы знаете что-то большее, то вы больше отримаете. Смисло який? Вы можете в интернете поделиться, что требуется от программиста Google. Там приблизительно такой список положений, которые нужно знать. Не обязательно идти сразу в Google. Вы можете работать на аутсортингу, можете работать в разных иных вариантов, но каждый раз от вас будут спрашивать, что вы умеете, что вы знаете. То есть одно дело – вы чего-то научились, а второе дело – что умеете, вы его воспринимаете. Конечно, все это услышать будущим студентам из-за такой представительной делегации было бы наверняка интереснее, да еще и вопросы позадавать. Но подвести итоги этой полуторочасовой встречи мы попросили Валентину Владимировну Ченкову. Я ожидала большего. Ожидала большего в том плане, ну, во-первых, в количественном плане. Приглашали мы и выпускников этого года, и их родителей, и приглашали мы учащихся 10 класса, потому что, поскольку мы хотим работать на перспективу, приглашали и учащихся 10 класса. Но 10 класса не было. Не было вообще. И вообще явка была очень маленькая, низкая. Конечно, понять можно. Понять можно, потому что поздно это все. Поздно это все мы начали. Ну, во всяком случае, в случае очень хотелось, что мы собирались в понедельник с родителями, с абитуриентами, которых заинтересовала эта специальность. Мы заявляли 4 специальности, но пришли к выводу, что, понимаете, если мы на все 4 будут они подавать, то мы не создадим группу вообще в этом году. Потому что с таким количеством выпускников, как нынешние, тем более определились уже. Я уже несколько раз повторялась. Конечно, это очень хорошо, что в Славутищи, в общем-то, учат хорошо. Но мы же еще будем смотреть, как ребята будут поступать туда, куда они хотят. Мы можем второй, там, третий приоритет. То есть мы еще на них надеемся. Ну, пусть они поступают, и везет им в этой жизни, все нормально. Но если мы создадим в этом году группу, это, конечно, будет победа наша, победа всего города. Города прежде всего, понимаете. А условия, они подают заявление на общих условиях в КПИ. Мы определились на факультет ТЭФ, теплоэнергетический факультет, на 151 специальность. И, знаете, ну, думаю, что получится. Получится группа у нас. И, возможно, еще, если мы расскажем о том, какой у нас хороший город Славутищ, там приедут и номеродные. Какие возможности? Да, да. Сейчас и вот Юрий Кириллович вел работу поэтому в этом направлении, потому что он с городами атомщиков, энергетиков работал. Хотелось бы, чтобы у нас получился студенческий городок, как мы планировали, вот, как у нас и было. Когда? Да, да. Подробнее о дне открытых дверей Киевского политехо-института проблем моделирования в энергетике вы сможете узнать из специального репортажа, который выйдет в эту пятницу в 19.00. У четвер, 21 червня о 19.00 на нашому каналі відбудеться зустріч у прямому ефірі з начальником управління освіти та науки Наталією Петрівною Шпец. Тема для обговорення – «Підсумки навчального 2017-2018 року». Свої запитання ви зможете поставити як під час самої програми, так і заздалегідь, зателефонувавши нам на студію за номером 2-36-21. Долучайтеся! Давайте разом робити наш світ кращим! Заключительну музикальну часть спеціального репортажа «Дня города» ми розділили на дві части. Первую, в которую вошли в вступления славутичских дітей, рок-группи із Києва і рок-группи із Чернігова «Джам Бабл Бенд» ви увидите в четверг літерочно в 20.00 після окончания прямого ефіра. А вот вторую часть концерта со звездами Зенкевичем, Таяной Смотрите в пятницу в 19.30. Там зі скріпкою горянка викликає щастя зранку доденьку свою. Скріпка в руках і в очі засміятися жонче, очі кликати весну. Дякую за перегляд! Приятних вам воспоминаний! Дякую за перегляд! 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 Пані Наталія показує свіжий ремонт у квартирі. Цьому ремонту немає року. Вон, подивіться, що робиться. Біжить зі стен. Таких, як ця жінка, тут десятки. У помешканнях волого, стеля. Усіяна пліснявою, через що постійно хворіють діти. Даже маленький дождь на дворе для мешканцев гуртожитку – беда. Кто не знает, мог бы сплутать покривлю гуртожитку с какими-то музеями сучасного мистецтва. Буквально через каждый метр – ванночка, ведра, вазони для квитов и даже такие вот замудрованные конструкции. Таким образом, люди рятуют свои помешкания от дождей. Однако, явности уже не помогают. Дах будинка продеревлений через каждый метр. Здесь сквозная дырка на даху, через нею можно любить, миловать небом. І це при тому, що люди справно платять за комунальні послуги. З одного боку, ЖЕК, який бере гроші, однак від ремонтів відмовляється, бо будинок не їхній. З іншого – пожежна частина на першому поверсі. Уся будівля належить надзвичайникам, однак і звідти допомоги немає. А вот, смотрите, гриби виросли. Это все течет, вот. Это по два здания, в котором четыре этажа. Это все может рухнуть. Вот, скажемо, мы здесь. Більшість мешканців колишній рятувальники у гуртожиток їх заселяли тимчасово, поки не дійде черга на повноцінні квартири. Минуло вже 30 років, обіцяного житла немає, а на те, в якому живуть нині, теж не можуть претендувати. Місцева влада запропонувала ДСНС порятунок – передати будинок їм. Они нам передают на баланс города, мы ремонтируем, выдаем ордера, люди приватизируют, и они имеют уже свою жилплощадь. Керівництво надзвичайників Київщини було б і не проти, якби гуртожиток стояв окремо від пожежної частини. Відсутній механізм передачі цих приміщень в комунальну власність. Якби це була окрема будівля, тоді немає ніяких проблем. А так як це цілісний майновий комплекс, це фактично пожежне депо. Щодо ремонту, його обіцяють, коли з'являться кошти. Свою чергою мешканці, якщо їхнє питання не вирішать до холодів, готові вдатися до протестів. Ми готові перекрити трасу міжнародного значення, це траса Е-95 Київ-Санкт-Петербург. І це буде на відповідальність наших руководителів головного управління ДСНС Київської області. З 24 по 29 червня у Славутичі буде проведено відлов, стерилізацію та вакцинацію безпритульних тварин за участю благодійного фонду «За чисте майбутнє» США. Також всі бажаючі власники тварин можуть звернутися до спеціалістів фонду щодо стерилізації та вакцинації своїх собак та котів. Процедура безкоштовна. За вашим бажанням, фонд приймає благодійні внески, що будуть направлені на утримання карантинного майданчику для тимчасового перебування безпритульних тварин у Славутичі. Згідно правил утримання домашніх тварин, тварина, що знаходиться на вулиці без супроводу господаря, вважається безпритульною та підлягає відлову. Прохання не допускати самовигул домашніх тварин у цей період. Стерилізація та вакцинація проводитиметься у підтримунному приміщенні стадіону «Каскад» – Талінський квартал, колишнє приміщення нової пошти. Доброго дня! Заходьте до нас! До нас на студію завітали учасники дитячого табору соціально-психологічного центру «Літня школа особистісного розвитку дитини», аби дізнатися, як працює славутицька телекомпанія «Медіадім». Допитлива дітвора цікавилася, як усе працює, що означають слова «Ефір», «Монтаж», «Ролик». Намагались відчути себе ведучими програми новин чи гостями студії. Також вони охоче ділилися з нами своїми враженнями і навіть мріями. Ти уявляла телебачення яким, поки до нас не прийшла? Як ти думала, як це воно? Я ще не знала, як це робиться, а тепер знаю, як це робиться. Тобі цікаво? Так. Коли йшов, я уявляв, що тут буде так, інтересно тільки, чого я думав, що якесь друге здання трохи більше буде, і фон буде другим. А так усе красиво, так добре, добре придумано усе, красиво. Тут знаходиться вся програма нашого Славутича. Так, ну а ти прийшла сюди, ти побачила приміщення. Ти була вражена, що все не так, як ти думала? Так, я вражена. А що тобі тут сподобалося взагалі? От хотіла б ти тут працювати? Так. А ким би ти тут працювала? Кім угодно. Тобто тобі все подобається? Так. Що б ти хотіла побажати Славутицькому телебачу? Щоб яким воно було? Щоб воно було гарним, було радісним. Ну, все побажаю. Мені все сподобалося, мені все вражало. Сподобалося, і я бачив картинку по телевізору. Я, звісно, коли сюди йшов, думав, що тут таке великий ще кімнат, а так вони тут такі малесенькі. І тобі було цікаво самому сидіти біля цієї картинки, відчувати себе журналістом? Не дуже. Я дуже чому, засоромився. Ні, просто там так сиді. А ким ти хочеш бути в майбутньому? Програмістом. Ого, ну ми будемо чекати на те, що ти придумаєш дуже цікаву програму, яке буде і телебачення, а також використовувати. Домовились? Ви дивитесь наш канал? Так. А там щось подобається вам? Так, дуже. Що подобається? Ммм, подобається дуже гарні відео, які ви знімаєте. Новини. А самі хотіли б розказати про якісь новини в Славутичі? Так. А які у вас зараз новини? У вас канікули. Чим ви займаєтесь на канікулах? Читаємо. А от ви зараз усі разом прийшли. Це у вас якийсь гурток, це у вас якийсь табір. Що це таке? Табір. Як він називається? Що ви там робите? Лагер. Так. Ми там граємось, гремось в ігри, робимо поділки. Так. А ще що робите? На екскурсію ходимо. Там цікаво? Так. Дуже цікаво? Так. А ще до нас прийдете? Так. Малечі, що відвідує дитячий табір соціально-психологічного центру, має на ходу брати участь у різноманітних творчих майстер-класа, де ліплять, малюють, створюють іграшки та нові проекти, беруть участь у розвиваючих іграх, ходять на екскурсії доріжних міських організацій, займаються спортом, адже кожен день для них починається з колективної спортивної зарядки. У дітей є чудова можливість протягом канікул гратися, спілкуватися, розвиватися, чудово і корисно проводити свій вільний час. Долучайтеся, адже літо тільки починається. Канікули! Канікули! К ont Panel Віст це четний час з Черніговору приходять необычні, оригінальні нови. І весьма кріативні, кassa. Та на прошу ніде, Openingável прошли гонки на офісних стані. В��lvania'ю чарнігівська не укралися, такі соревновання з Генгівських міськими перегляди секторами. Но в Чернигове впервые Единственное ограничивающее условие Кресло не должно иметь мотора Всего зарегистрировалось соревнование 40 участников Подготовились к соревнованиям они с выдумкой Нестандартно оформляли студия А некоторые даже костюмировались Победил и получил приз В виде дивана 24-летний Михаил Ларченко А слабоев Славутича к Дню молодежи Провести такие соревнования Ну да, я понимаю, но хотя бы в следующем году Наши новости после выхода на телевидении Смотрите на ютуб канале Славутич подчеркивание лайв Или в фейсбуке Медиадом Славутич Славутич подчеркивание лайв